то у нас на повестке дня тег вышивка цена вопроса от юлии бардо или барда я не знаю извините если неправильно ударение говорю так вот цена вопроса меня давно интересовала и вышивать сегодня я буду не вышивать а сшивать детали деда мороза и снегурочки своих заодно вы увидите как я все делаю объяснять не буду сами все увидите там все легко и просто сразу скажу что делаю это с узлами и так первый вопрос доставляют ли вам удовольствие покупки в видео о покупках я смотрю такие видео мне доставляют удовольствие некоторые вышивальщицы вот например алла белочка она так вкусно с такой любовью рассказывает о своих наборах не только своих но вообще одном набора что сразу хочется вот с ее подачей окошки на окошках этих вышивала от мп студии на деревянном на деревянной конве то есть да вызывают удовольствие но не у всех это как вот с артистизмом с кто-то очень вкусно в кадре ест а кто-то так гест и ест и ладно и не хочется повторять за ними и кушать вот а некоторые так все аппетитно делаю что прям вообще невозможно устоять дальше изменились ли ваши траты на вышивку после знакомства с youtube до до изменились потому что больше видишь больше хочется потому что видишь в динамике одно дело превью посмотреть а другое как люди вышивают отшивают и это очень очень побуждает к действию но справедливости ради нужно сказать что и не траты тоже возросли но в плане того что я понравившийся набор вижу отшив и понимаю что я не хочу его теперь покупать вот это тоже выросла я не знаю как это логично объяснить на вышивалась глазами нет разочаровалась до особо нет просто поняла что это не мое вот когда в динамике когда живой процесс видишь совсем совсем все по-другому воспринимаешь так что мне кажется что пропорционально это все и то есть траты и не траты изменились выросли третий вопрос есть ли у вас лимиты ограничения вышивали на рукодельных покупках я по моему отвечала на этот вопрос на подобные у себя в теге копилка вышивального хомяка там я говорила что по набора есть лимит ограничивающийся вот ящиком из фикс прайса мне кажется он довольно таки большой поэтому больше него я не покупаю и вообще и вообще я у меня есть такой лимит на один набор чтобы он стоил да там до 600 рублей потому что я не зарабатываю и и могу же просить постоянно падайте падайте набор понятно что в какие-то праздники мне дарят на денежки я тогда себе что-то из давно давнишних хочу шик я покупаю раз год по обещанию у меня бывает вот самый дорогой набор 1400 мой стоит лежит вообще не трогаю его потому что дорогой потому что страшно что-то начинать ну в общем есть у меня ограничение есть единственное то что по электронным схемам пока нет но я задумываюсь об этом потому что у меня перепор просто компьютере с памятью но это все из-за того что я видео снимаю вот храню свои видео кстати мальчишки и девчонки как вы также их родители как вы храните если вы блогер старые видео храните ли вообще мне вот почему-то жалко их удалять они их уже столько за много лет что не знаю куда их девать вот но выкидывать жалко вдруг что-то с ютубом случится это память его мне я там везде разное интересно так память память сразу вспомнился один случай сейчас я вам расскажу свой сон удивительный но все равно мы же тут болтаем не только на тег отвечаем так что слушайте в девятнадцатом году мне приснился сон который я запомнила мне кажется навсегда мне редко снится вот как я болею что я не могу ходить вообще ни разу не снилось я всегда могу ходить во сне ну и боли во сне я не чувствую хотя вот заплакать могу это видно по мокрой подушке так вот я не помню совсем не помню в чем была завязка но кажется из-за моего нынешнего состояния иду я такая по обычной среднестатистической улице самого обычного до города совершенно незнакомого но знакомого и незнакомого потому что одинаковые дома практически везде но мне срочно прям куда-то нужно вот жизненно необходимо в буквальном смысле и по пути мне встречается подруга не из жизни и эту женщину девушку вообще ни разу в жизни не встречала но во сне я уверена что это прям близкий человек но разговоры как всегда ни о чем как дела улыбки и вдруг она мне подсказывает как пройти к искомому месту нужно немножко назад вернуться и в сторону только говорит по дороге кошку с собой захвати возвращаюсь обычные улицы вот двухэтажки кирпичные красного кирпича наверняка вы видели в каждом городе они есть такие старинные деревья вдоль тротуара и вижу кошка такая толстая сидит на трубе серая я к ней руки потянула она не уворачивается но не долго думаю я ее взяла с собой на руки и пошла только за угол завернула и вот среди обычных вот этих домишек с красного кирпича вырисовывается современный небоскреб просто вот то ли металл то ли стекло блестит и высоко высоко вверх поднимается и вообще без окон без дверей все как-то одинаково и думаю как туда попасть вообще он же двери то нет ну и первое что логическая мысль логика женская нужно главное в очередь встать а там будь как будет но я встала в очередь продвигались продвигались и вдруг вот следующий кадр как фильме я уже в этом здании и и в этой толпе такая очередь ровная но очень много людей коридоры как в поликлинике прям вот набитая речь и люди разных возрастов общаются друг с другом не речью не губами а вот как-то на уровне мыслей и мне это немного дико я не знаю смогу ли я заговорить что да как я эту кошку к себе прижимаю как единственное родное существо в моей жизни и вот думаю только бы с ней ничего не случилось и и вдруг женщина сзади меня говорит ой да не переживай ты я тут уже была несколько лет назад мне очень помогли теперь видишь сына привела и возле нее и правда стоит взрослый парень и его мысли молчат то есть он смотрит глазами хлопает и ничего не говорит когда пришла моя очередь меня пригласили в кабинет он голос дрожит не вращать внимание он был очень похож на операционную там какие-то манипуляции делали я не могу вспомнить какие но чтобы я не боялась я прям во сне очень боялась мне объяснили ну прям вот дословно тебе к нам еще рано тебе еще нужно быть там мы заберем у кошки одну жизнь из 9 и пересадим тебе не бойся кошки ничего не будет можешь оставить ее потом у себя и заботиться о ней а к нам ты придешь не раньше чем в 42 года почему-то вот какая-то цифра такая надеюсь что с не 42 надеюсь что я еще чуть поживу потому что мне уже 37 будет час в ноябре если честно мне после этого сна стало очень легко как-то хотелось улыбаться я прям летала и я пытаюсь я пыталась постоянно у друзей и у себя спросить что это это начало шизофрении или что это за сон такой странный и кстати после этого странные случаи постоянно со мной происходят я не знаю во что верить во что не верить поэтому если хотите могу рассказывать что-нибудь такое интересненькое четвертый вопрос считаете ли вы выгоднее покупку набора или отдельную покупку всех материалов в том числе оригинальные схемы нет я все-таки считаю что выгоднее набором покупать готовым потому что вот материалы я покупала отдельно схему ну вот смотрите даже даже на примере набора за 600 рублей туда входит и канва и нитки и все и схема и одна схема авторская 500 рублей допустим стоит это уже почти 600 еще нужно к ней докупить там я не знаю сколько материала могут стоить я покупала лису материалы к лисе ниточки они одни стоили там под тысячу поэтому вот так выгоднее конечно наборы пятый вопрос на чём вы готовы сэкономить сэкономить я готова ну вот я на себе на одежде экономлю ну а что я дома сижу и мне вот все равно как я тут одета понятно что не в ранье не в рванье понятно что все очень опрятно и чисто но я могу там походить ну что в одних штанах полгода то и больше и купить себе набор ну не знаю мне кажется да я на одежде экономлю очень сильно потому что потому что мне не нужно особо наряжаться у меня есть нарядная одежда конечно я могу сразить поразить мужа но большую часть времени я вот так так себе одеваюсь футболки оверсайз как сейчас модно раньше было скрыть полноту а сейчас оверсайз звучит то лучше чем скрывать полноту зато ничего не видно и красиво хотя на вкус и цвет я понимаю что могут быть и люди среди вас которые не любят оверсайз ну почему если вот точеная фигурка то зачем ее прятать тоже вот правильно шестой вопрос ищите ли вы где подешевле или покупаете полипывшийся набор безотлагательно в ближайшем интернет магазине не тратя времени на поиски более выгодного предложения в этом плане ну поскольку я ограничена средствах в советских фильмах как средствах ограничено говорили средствах в общем я да я сравниваю интернет-магазины раньше их всех побеждал wildberries теперь появился еще озон конкурент и даже в них я параллельно открываю оба бывает разница до двухсот рублей представляете на один и тот же набор поэтому я да я наверное из тех кто сравнивает хотя я настолько ленивый человек если у меня были деньги прям вот вот лишнее я бы тогда не сравнивала не выбрала первым попавшимся месте седьмое падки ли вы на скидке бывало ли такое что вы покупали набор только потому что на него была большая скидка в этом плане я могу сказать что мне не везет совершенно ну то есть когда большая скидка то у меня нет денег как правило совсем и просить я не люблю вот поэтому как есть так есть ну что поделать разочаровываться расстраиваться из-за этого я считаю что это лишнее в нашей жизни так есть много вещей по поводу которых можно расстраиваться и разочаровываться поэтому скидка это не самое главное в жизни мы тут кстати купили креветок по скидке в магните боже мой я просто когда мы их открыли запах был на весь кухню такую на всю кухню такой что просто невозможно вдохнуть они были настолько испорчены срок годности нормальный но они были испорчены я просто попросила мужа прямо моментально запечатать их и унести на помойку потому что дышать нечем вот это вот скидка вот это сэкономили поэтому скидка скидки рознь понятно что на на продукты питания скидки совсем другое но вот в адберес у меня было такое что приходил какой-то набор и он был вскрытый и там украдены некие материалы тоже скидочный такой такой магазин вообще платформа предполагающие самые дешевые цены но не без минусов бывает всякое восьмой вопрос как я быстро отвечаю прям все хотелось то прям поболтать поболтать ну ладно мы еще поболтаем имели ли вы опыт перепродажа набора схемы если да то где вы это делали эта продажа была связана с покупкой чего-то нового для рукоделия нет такого опыта у меня не было схемы продавать вообще я не знаю как как можно схему продать ну ну нужно быть кристально честным человеком вот реально чтобы продать схему и у себя ее удалить везде все не вышивать чтобы это не было воровством как так получается просто есть такое авторское право есть такое кодекс чести вышивальщицы мне кажется вот и не знаю схему бы я не стала продавать не знаю я затрудняюсь отвечать на этот вопрос набор я не перепродавала просто по одной простой причине мне некому здесь в калуге их продавать и пока продавать никакие не хочется все что я покупаю это от большой любви после там больших раздумий и и накоплений поэтому я очень тщательно подбираю чтобы потом не отказываться от наборов а с почты россии связываться у нас себе дороже это вообще самая адовая организация из всех ну по крайней мере они видимо видят что я как-то то ли духом слаба вот есть у нас одна оператор она прям каждый раз меня доводит до слез вот ей доставляет это удовольствие меня уже со мной муж ходил ну понятно что сейчас со мной ходит либо либо муж и когда я могу ходить либо мы заказываем доставку на дом 100 рублей посылку приносят есть такая услуга у почты россии но не все посылки они могут принести поэтому приходится иногда там обложившись обезболивающими к ним ехать там совсем чуть-чуть перейти тротуар и отделение наше номер один номер один но позорище позорная сто раз уже выкладывал вам и грязь и постоянный ор и очереди и просто некомпетентность персонала но вот когда мы недавно ходили туда персоналу много сменилось но та которая издевается она осталась вот ну вот представьте вы приходите отправлять открытку без конверта ну есть такое в посткроссинге то есть наклеить нужно марку и все и открытка пойдет там просто ценится и штемпели и все это посткроссинг это передача из рук в руки в разные страны это путешествие по всему миру вот и она глядя мне в глаза и улыбаясь мне просто марками заклеила марками по рублю заклеила весь текст всю сторону с текстом открытки с наклейками совсем марками по рублю я считаю что это либо на зло ну и туда на зло что больше неповадно было мне так вот ей приносить какие-то мелочи вот отвлекать ее величество отважных дел продажи там пивка еще чего-нибудь впаривание карточки почта банк или еще ну я не знаю мотивы этих людей я считаю что до маленький у нас очень маленькие зарплаты в калуге у операторов но если ты уже работаешь то работай по совести но это как бы это мое мое моя боль а если ты не хочешь то не работай я не знаю зачем портить настроение себе и людям если ты чем-то недоволен ну это такая пространная тема ее можно долго обсуждать поэтому оставим ее на потом я не продавала наборы и по почте россии точно их продавать не буду хотя не зарекайся как говорится была у меня идея тут у нас китайские наборы продавать в общем зарекаться ладно не буду а то как всегда получится и девятый вопрос если вам очень захочется редкий раритетный набор который уже не выпускается сможет ли вас остановить от покупки заоблачная цена или для вас цена не имеет значения по моему я уже тоже это говорила я даже не смотрю на эти работы наборы чтобы не расстраиваться если прям очень хочется то всегда есть такая штука как google поисковик я там столько раритетов нашла которые хочу уже скачала даже эти схемы хочу отшивать в будущем главное чтоб жизни хватило до 42 а побольше вот поэтому заоблачный раритетный набор если только есть в открытом доступе схема я тогда куплю ниточку ткани буду ее вышивать у меня я наверно единственная из вышивальщиц мы к стыду своему ни разу не вышивавшие аля дименшинс я знаю что это такая икона стиля но они настолько дорогие что ни разу аля дименшинс до китай который был скопирован джейсандой до вышивала но не не оригинал так что для меня цена имеет огромное значение и я просто не я могу мечтать я понимаю что возможно в следующей жизни когда стану кошкой как пела кто-то вот но я хочу он конечно я мечтаю попробовать все фирмы всякие разные наборы все ниточки всякие канвушечки равномер очки я конечно хочу тут мне кажется любой нормальный человек это рост это рост в плане вышивки я хочу этого роста конечно чему-то новому учиться развития не стоять на месте человек это такое существо подливое помните душа обязана учиться и день и ночь день и ночь и вот да это правда мозг должен работать постоянно если он не работает он деградирует я вам как человек с травмой мозга говорю что надо надо развиваться надо читать надо считать кстати на первом месте по восстановлению мозга это устный счет у меня он не получается просто до до безумия я могу зациклиться пятью семь и просто зациклиться зациклиться начать ну не по пальцам считать но все вот настолько травмирован мозг стыдно да стыдно работаю я над собой работа по японской методике моя подруга ксюша подарила мне целую книгу я помимо этого я продолжаю читать хотя вот прогресс огромный сразу в больнице я когда начинал читать одну вот в одно предложение я начинаю его читать и концу его я забываю о чем начало то есть вот с того момента травмы до сейчас я уже читаю большие тексты большие книги я все запоминаю мне все интересно я анализирую но это только благодаря работе с мозгом благодаря вот некому развитию поэтому выдохнули посчитали и вышивка кстати тоже это счет потому что вот допустим 10 клеточками мы меряем так восемь клеточек 8 минус 2 6 или 10 минус 2 ну вот как я запоминаю докуда мне до вышивать сколько осталось это что это же все равно усный счет так что вышивка это не просто вам просто это вам не это как в дмб было вот я думаю что мы очень много наговорили с вами пишите в комментариях опять давайте общаться отвечу на любые вопросы с вами была леся и сказочного леса всем пока люблю целую не могу спасибо вам что подписываетесь